Не пугайтесь, я не буду вас сейчас долго мучить. Я буквально напомню чуть-чуть о том проекте, который у нас с вами проходил. С вами, ну вот, для НИИ онкологии, скажем так. Те, кто не из НИИ онкологии, мы только представим, что это было и как это проходило. Сегодня действительно очень много было сказано и о безопасности, и об охране труда, и, собственно, вообще о положении медсестры. Вы, кстати, позвольте с этим не согласиться, до сих пор, с моей точки зрения, не получила признания, как раз, наоборот, последние годы. Значительно меньше признания получает именно эта профессия, которая впрямую вообще связана с состоянием здоровья граждан, с состоянием на работе вообще, даже с психологическим климатом просто в коллективе. По-моему, это как раз вот это основное звено, которое на все это влияет. К сожалению, на высоких уровнях это по-прежнему немножко не учитывается. Но, к сожалению, еще раз повторюсь, к сожалению, у нас сейчас немножко вот такая вот сложная проблема, достаточно слабое представление о том, что из себя представляет медицина. Иначе сложно объяснить попытки сохранить деньги там, где таких сохранений быть не может, однозначно не может. Поэтому, собственно говоря, как уже говорилось, любой больной хочет выздороветь. Причем желательно сразу, одной таблеткой, немедленно, без ожидания в очереди. Сама такая тоже хочу, когда болею. Однако я понимаю, что так обычно не бывает. Я хочу, чтобы мне улыбались, чтобы все было прекрасно. Но я прихожу куда-то в поликлинику, в клинику. Я не знаю, когда ко мне обращаются. Я тоже не всегда могу улыбаться. Хочу научиться. Ну что ж, коллеги, я думаю, что у нас сегодня прозвучало много действительно таких серьезных тем, про которые нужно будет поговорить, и, скажем так, часть этих тем – это дальнейшая работа, правда? В том числе и вне онкологии. Собственно говоря, по поводу образования в России всем все известно. Как оно подразделяется? Какое у нас последипломное? Я представляю школу последипломного медицинского образования, негосударственную. Ну, такую вот школу, которая работает в 42 странах мира. Искулап Академия, в общем, работает действительно по всему миру. И мы действительно рассказываем что-то новое где-то, что-то старое. А теперь, внимание, вопрос. Вот это к чему вообще непрерывное образование? Казалось бы, вспомните, когда я поначалу пришла, не онкология, с этим проектом, после которого стало совсем уж узнаваемо, да? Какое было отношение? И казалось, ну сколько можно на одну и ту же тему говорить? Вспомните, сколько было жарких споров? И какой температуры достигали эти споры? Как ни странно, но мы проговариваем то, что хорошо знаем. И упираемся в то, что получаем огромный объем того, чего, оказывается, не знаем. С чем работать? Работать и работать. И это нужно передавать в практике друг другу. Не только новичкам, а и тем, кто давно работает. Смотрите, сколько вопросов последовало на, казалось бы, простое утверждение. Господа, надо улыбаться. И как ее выдавить, эту улыбку? Ну что ж, я немножко изменила, точнее, круг рисков, про которые мы всегда говорили. Не пугайтесь, я не буду читать эту страшную большую презентацию сейчас. Я просто хочу остановиться на том, из-за чего мы все всегда спотыкаемся. Медицинская ошибка. Любой человек имеет право на ошибку. Правда, сейчас, в общем-то, немножко ужесточаются требования к специалистам. И, соответственно, определение ошибок тоже немножко ужесточается. Тем не менее, ошибки во всем мире фактически одинаковые. Издание, простите, я вот хотела заострить ваше внимание вот на этом вот издании, которое появилось давным-давно, значительно больше десяти лет назад. В результате было принято решение о концепции безопасной медицины. Самые распространенные ошибки распространены одинаково во всем мире. Кто-то кого-то недопонял, кто-то что-то перепутал, кто-то что-то переставил, и я не нашел это на знакомом месте. Согласитесь, всем знакомо буквально ко всему относится. И к дому, и к работе, и к чему хотите. Поэтому, собственно говоря, мы попытались разработать такую схему, чтобы избежать ошибок. Это реально вообще избежать ошибок? Конечно, нет. Конечно, нет. Нереально избежать ошибок вообще. Мы все люди. А человеку, напомню, свойственно ошибаться. Но, тем не менее, проводить обучение пациентов, кстати сказать, в нашем проекте тоже было запланировано. Для того, чтобы понять причину инцидента, надо понять, что он случился. А если мы этого не знаем о том, что вообще что-то произошло? Мы ни о чем не можем составить свое собственное впечатление. Именно поэтому мы и проводим каждый раз вот это самое непрерывное обучение. Все эти риски, про которые каждый раз очень много говорится, всегда, везде, наверное, уже у всех в зубах навязли. И тем не менее, когда мы приходим и снова их проговариваем, выясняется, что опять там спотыкаемся в одном и том же месте иногда. Потому что вот эта тема известна всем. И, казалось бы, вот это, когда частички твердые попадают в кровоток при наборе препарата, и вроде сделать ничего нельзя, потому что не хватает технического обеспечения. А вот это уже, простите, халатность. А, казалось бы, ранение острым предметом, про которое говорится много-много и часто, гемоконтактные инфекции. Мы привыкли слышать про это и, как всегда, решаем, что, ну, наверное, нас это не коснется. А если даже нас это коснется, мы, ну, как бы боимся. Ну, как-то мы неосновательно этого боимся. Немножечко, на секундочку напомню. Не, не обязан. Пациент нам ничем не обязан. И когда вы станете пациентами, мы все становимся пациентами, не обязательно онкологическими. В течение жизни всегда хоть раз да побываем. Мы тоже никому и ничего не обязаны, по сути. Именно поэтому мы говорим о безопасности со всех сторон. Безопасности для пациента, безопасности для персонала. Это действительно очень важный, очень больной вопрос. И, казалось бы, вот этот вот момент, который, господа, 21 век на дворе, ну, сколько можно? Ну, уже можно действительно уменьшить количество иголок, с которыми мы с вами работаем. А если учесть область вашей работы? Здесь же онкология. Препараты, с которыми вы работаете. Ольга Геннадьевна, на минуточку. Вы вот рассказывали про тут, про черную штучку, простите, не без красных глазок. Как-то у меня запали эти паразиты с красными глазками. Вот. Но зато препараты, про которые вы говорили, и вот про которые вы задавали вопрос, да ведь никому не придет в голову, ну, так что-то там стряхнуть в легкую, в раковину. Вот почему-то облучения боятся все. Почему-то препаратов других боятся не все. Все коллеги, они опасны ровно настолько же, если не еще опаснее иногда. Где, когда, что происходит, нам на самом деле все это известно, мы не замечаем, как это делаем. Мы просто этого не видим. Мы сделали и побежали дальше. Из-за чего все это происходит? Из-за того, что мы либо ведем себя небезопасно, есть такой термин, небезопасное поведение, и он целиком и полностью относится ко всему абсолютно медицинскому персоналу. Либо у нас недостаток информации, а у нас ее реальный недостаток. Потому как, напомню, есть еще такая тема лекарственная несовместимость, которую очень сложно отыскать, данные по которой, хотя на самом деле все не так страшно. А вот признаны опасные манипуляции, а теперь вот сюда вот. Если эти манипуляции опасны, если мы имеем знание об опасных препаратах, откуда берется вот это? Откуда? А где-то просто нет ламинарных шкафов, а где-то они есть, но они так шумят, у меня голова болит. Как же эта голова заболит немножко позже, через несколько лет такой работы? Может, не голова, может быть, что-то еще. Как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так вот, на самом деле это вот то, о чем говорила, да, где искать информацию, как искать эту информацию. Ну, те, с кем мы уже знакомы, знают, что можно, допустим, ко мне обратиться за этой самой информацией, потому что я могу чем-то поделиться. На самом деле в любой клинике клинический фармацист или клинический фармаколог – это такой специальный человек, которого нужно холить, лелеять, нежно любить. Ведь он все знает про лекарства. Вот к нему со всеми вопросами. Вообще долго говорить вот про это не буду, оно здесь чисто для того, чтобы слегка напомнить. Коллеги, контаминацию делаем, по большей части мы сами. Крайне редкий случай, когда мы с вами получаем в работу контаминированный раствор. Согласитесь, сейчас мало где работает своя аптека, которая готовит эти препараты. Ну и так, чтобы добавить, как говорится, немножко остроты, хочу напомнить про руки, 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 руки. Уж сколько таких обследований было, исследований, чего угодно. Вот там у нас стоит черный ящик. Кто захочет, в конце подходите, есть флюоресцентный раствор, и можно попробовать пообрабатывать руки и проверить себя. Напоминаю, это, как всегда, не экзамен. Итак, у нас сейчас с вами есть огромное количество нормативных актов. У нас есть к чему обращаться. У нас даже ГОСТ вступил уже в силу. Видели его? Нет. А с апреля, точнее с марта этого года, это документ, который вступил в силу. Прости, заметьте, это технологии выполнения простых медицинских услуг для медицинских сестер. Расписано достаточно подробно. С одной стороны, но недостаточно подробно, когда нужна специфика. Кстати, о журналах, об отчетности, обо всем остальном. Потому что вот это все вроде бы много, вроде бы расписано. Если есть какая-то специфика, клиника создает еще дополнительно свою какую-то отчетность. Либо в состоянии, либо может, имеет право ее скомпоновать и сделать какие-то единые отчетные базы. Далее, подхожу к самому важному, самому главному. В 2013 году мы начали образовательно-практический проект «Безопасная инфузионная терапия». Это очень недолго, я просто хочу о нем рассказать. Эсколап-академия совместно с НИИ «Онкология имени Николая Николаевича Петрова» этот проект не только начала, а еще и продолжает. Ну что ж, чего мы хотели добиться? Мы хотели добиться того, чтобы было безопасно для сотрудников, и чтобы пациенты могли реально рассчитывать уходить все-таки без осложнений. Но не совсем без осложнений, вы же понимаете, да, в вашей области это нереально. Все равно они будут. Ну хотя бы уменьшить их количество. Что для этого делалось? Мы, собственно говоря, обозначили проблему и дальше пошли по пунктам. Был мониторинг, был тайминг, были сражения, было много всего. В ходе проекта мы выяснили много интересных вещей. Кто помнит, тот помнит. Я думаю, вы поддержите. И чтобы не задерживать коллеги, кто не из НИИ «Онкологии», вот просто обратитесь к тем, кто оттуда, они вам расскажут, как это проходило. Потому что, да, выбирались инициативные группы, эти инициативные группы проводили огромную работу. Эти коллеги из этих инициативных групп как раз проводили у себя на отделениях обкатку алгоритмов, которые разрабатывались по проведению инфузионной терапии. Причем как через периферический, так и через центральный сосудистый доступ. Обсуждалось все, отрабатывалось все. Ну и, как говорится, коллеги, еще раз, непрерывное обучение. Я думаю, что сейчас мне на мастер-классе немножко помогут, потому что говорить одновременно и показывать одновременно не очень удобно. Да, правильно смотрите на меня, Ольга Павловна. Можно я вас приглашу сюда? Пожалуйста. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу, потому что у нас в планах дальнейшее сотрудничество и разработка, и, собственно, запуски вот таких же и школ, возможно, да, пациентов. Мы с радостью поддержим. И если вы в этом заинтересованы, то welcome, присоединяйтесь. Коллеги, вопросы? На базе этого кабинета у нас работает школа молодого специалиста, школа старших сестер, дублеров, старших сестер процедурных. У нас медицинская сестра учебно-методического кабинета занимается и тестированием, проведем техучеб, ну, всяких конференций, семинаров. Так что вот. На самом деле здесь тоже есть такое продолжение. Оставлен манекен, и, в общем, там, где он действительно нужен, происходит периодически доработка, отработка каких-то манипуляций. Я думаю, что это хорошая традиция вот такая вот. На самом деле, да, необходимо организовывать действительно где-то классы, где-то, возможно, помочь обзавестись манекенами, да, какой-то необходимой расходкой, какими-то дополнительными, я не знаю, брошюрами, но информацией, в конце концов. Спасибо.